Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Меня зовут Мария Лапчева. По-прежнему на студии актуальные темы и интересные люди, которым есть что вам рассказать. Сегодня у нас в гостях Виталий Макаренков, руководитель службы эксплуатации Люберцы компании «Пиккомфорт». Спасибо, что вы к нам пришли. Ну, давайте начнем с такой самой наболевшей темы. Зима у нас никак не хочет уходить. И если аномальные снегопады как бы вроде отступили, то на смену им пришла наледь. Вот как «Пиккомфорт» справляется с устранением вот этой проблемы? Да, Мария, действительно, к счастью, уже, наверное, снегопады у нас закончились, отступили. Но, к сожалению, сейчас наступает достаточно также сложный период, это наледь, когда есть большая вероятность нашим клиентам что-нибудь себе повредить. Справляемся мы, в принципе, уже достаточно просто со всей наледью. У нас наши дворники работают с пяти утра ежедневно. Перед тем, как любой клиент выходит на работу, там, да, или элементарно идет гуляет собачка, все дорожки у нас уже просыпаны. Все дорожки, да, соответственно, брусчатка. Ну и стараемся, естественно, какие-то проезжие части уже к этому времени также вычищать. А чем вы посыпаете, вы говорите, посыпаны? А, у нас с реагента. А, реагента. Песком мы не пользуемся, да, потому что все-таки это и грязь в подъездах постоянно тачится, да. А, используем специальные реагенты, естественно, официально разрешенные, со всеми разрешениями на то. Как таковых в данный момент у нас сейчас проблем нет. Ну, это такая, я понимаю, общая, да, практика? Да, соответственно, в группе нашей компании мы, в принципе, работаем именно так. А сколько человек работает вот постоянно или единиц техники? На данный момент у нас 120 человек дворников работают, которые именно с 5 утра. Техника, она выезжает чуть позже, в случае, если нет снегопадов. Ну, потому что темно. Вот, сейчас технику мы используем для вывоза снега с клумб, да, с тротуаров, если где-то какие-то кучи накопленные, в контейнер. Ну, осуществляем вывоз снега. Вот, и техника обычно выезжает в утреннее время в районе 8 утра сейчас. В районе 8 утра. Но это не создаёт никаких пробок или каких-то там вот проблем? Ну, основное время как раз выезда автолюбителей с дворов с 6 утра до 8-8.30. Обычный там стандартный типовой рабочий день, он с 9 или с 10, да, в среднем. Поэтому к этому времени уже все обычно разъезжаются. А всё-таки, если вернуться к аномальному снегопаду в феврале, вот, который был, то как Пиккомфорт справлялся со стихией? Ну, достаточно тяжёлое было время. Мы привлекали дополнительные единицы спецтехники, а именно 8 тракторов-погрузчиков было нами привлечено. Дополнительные дворники привлекались, 60 человек. Ну, и плюс у нас действующий состав. Также мы работали в 24 часа в сутки. У нас были сменные графики работы у дворников. То есть, там, 5 человек работает, 5 человек отдыхает. Ну, да, на какой-то кусок. Вот, по 12 часов. Соответственно, в течение 5 дней в основном нам удалось справляться. С этими снегопадами. А какие-то жалобы были? Ну, без жалоб жить невозможно. Территория действительно большая. Плюс многие собственники, к сожалению, не знают балансовую принадлежность территории. То есть, идёт жалоба, там, проезжая часть не прочищена. Но есть понятие проезжая часть, которую обслуживает управляющая компания. А есть проезжая часть, которая убирает город. И очень много жалоб у нас как раз были по городской территории. А это как-то вот можно прочитать, да, к какому относятся субъекту эта дорога? Ну, к сожалению, прочитать это только по кадастру посмотреть, да, при принадлежности этой дороги. Ну, не все же имеют доступ к этой информации. Да, у кого нет интернета, ну, сделать достаточно сложно. Ну, либо вы можете позвонить по номеру 112, и, в принципе, я думаю, там помогут разобраться, чьи-то территории, кому звонить и сделают заявку жители. А скажите, вот такая ситуация, вот выпал снегопад, да? И вот не сразу же вы, я так понимаю, что выезжаете, вот когда вот прямо он выпал в первые, там, не знаю, 15 минут? Если мы понимаем, ну, по прогнозу смотрим, что будет снегопад, то мы, собственно, сидим и ждём этого снегопада. А, вот так же. То есть есть люди, которые постоянно дежурят, они смотрят на улицу, и, ну, да, мы ожидаем, когда выпадет снег. И по тревоге все, как в армии, поднимаются и идут очищать дворы. Ну, то есть, если, например, во дворе не очищено, там, час-два-три после снегопада, то это нарушение. Ну, я не конкретно сейчас про вашу говорю, управляющую компанию, а вообще в целом. Вот если я выхожу, у меня вот не расчищено. Это нарушение считается? То есть, по идее, управляющая компания должна сразу устранять последствия снегопада, не дожидаясь? Мы стараемся это сделать сразу. Но вообще есть нормативные сроки, у нас в течение пяти дней вы должны территорию очистить. А, в течение пяти дней. Да. Все-таки, то есть, как бы, жалобу сразу бежать писать не стоит? Ну, естественно, сразу не стоит переживать, потому что, возможно, дворники усилия сосредоточили там на одном доме, а на вашу они придут через 2-3 часа. Но при этом, при этом проходные зоны, дорожки, да, так называемые, пусть это будет народная тропа, неважно, либо это будет территория, прилегающая к дому. Все равно не все должны быть вычищены, чтобы человек мог спокойно там выйти, дойти до остановки, не по сугробам идти, да, а по какой-то уже тропинке, которая будет очищена. Вот. И, ну, так же к себе, чтобы он мог спокойно сесть в автомобиль. А вот тот снег, который расчищают, его сразу должны вывести? Ну, у нас допускается складирование снега на газонах, если на нем нет какой-то грязи, реагентов, да, если это чистый снег, который вот мы сняли сразу и, соответственно, начали складировать на газон. Да, и допускается. Но, тем не менее, этот снег также надо вывозить, чтобы он был не выше полуметра. А вот смотрите, у меня во дворе ситуация такая. Вот у меня есть вход в подземный гараж, я выхожу, и я упираюсь в такую вот огромную гору снега, и я вот так ее бочком-бочком пытаюсь обойти. Это нарушение, да, все-таки? Ну, естественно. И уже она так лежит, поверьте, уже месяц. Ну, это складирование снега. Оно допустимо, если оно временно. Месяц отременно. Если это куча постоянной снои, естественно, это нарушение. У нас есть и административно-технический надзор, который следит за появлением таких куч и выносит соответствующие предписания. А вот как дела обстоят с сосульками? То есть это тоже, да, опасность некая, там на машины падают, иногда даже на людей. Вот как вот вы с ними справляетесь? Есть ли у вас там альпинисты, например? К счастью, все наши дома в Люберцах, в городском округе, не имеют скатных кровель. У нас только плоские кровли. Как таковых сосулек у нас не образуется на них. У нас могут быть так называемые в народе снежные языки. Это что значит? Когда на отливах у вас образуется наледь, выпадает снег, и он начинает, снег, свисать. То есть все равно он становится твердый, потому что влага есть. И также он может, в принципе, нанести какой-то ущерб автомобилю, неважно, какому-то имуществу, не дай бог клиенту. А в таких случаях мы привлекаем и альпинистов, которые аккуратно удаляют этот снег. Также у нас есть проблематика – это кондиционеры наши, да, наружные блоки кондиционеров, потому что на них обрастают как раз сосульки. А вот в результате чего, когда сосулька в метровое превращается, мы также вынуждены привлекать своих специалистов. Ну, если собственники не хотят сотрудничать. Потому что бывают такие собственники, да, к сожалению, которые отказываются работать в управляющей компании, обосновывают это тем, ну, слушайте, ну, сосулька, ну, улетит и улетит. А что значит работать? То есть вы им как-то звоните, сообщаете, что вот на вашем кондиционере там повисла сосулька, давайте как-то это решим. То есть вы не просите, чтобы они заплатили за это? Нет, нет, мы просим, чтобы нам просто обеспечили доступ нашему специалисту в квартиру, которая зайдет в бахилах, никакой грязи в квартире не останется, ему нужно будет открыть окно и аккуратно ее сбить. А внизу, соответственно, стоят у нас люди, которые следят за тем, чтобы, не дай бог, в этот момент никого не оказалось. Вполне удобно, и некоторые отказываются? Да, к сожалению, есть такие люди, которые говорят, нет, я в свою квартиру не пущу. А, вот как. А вы не можете их как-то, ну, привлечь? А если с его кондиционера упадет сосулька на голову, да? Мы в таком случае составляем акт, что в такой-то квартире на наружном блоке кондиционера образовывается сосулька, да, собственник отказывается в обеспечивании доступ в свою квартиру. Ну, обычно вывешивается наш альпинист, поэтому я говорю, что мы привлекаем альпинистов, да, специализированную организацию, с которой у нас есть договорные отношения, и он уже непосредственно вывешивается с кровли, ну, то есть с крыши дома, и уже эту сосульку удаляет. То есть здесь уже нет согласования с собственником, да? Ну, да, да. А это, я так понимаю, не ваши штатные сотрудники, да, это какая-то сторонняя организация? Да, сторонняя специализированная организация, имеющая все разрешения, все допуски и прошедшая все необходимые обучения. Понятно. И производство данных работ. Понятно. Ну вот по весне, я так понимаю, эта проблема полностью уже, она отпадает, и там даже если... Да, да. Сейчас, на данный момент, у нас все расчищено. Все хорошо, да? Понятно. Давайте теперь более глобальным вопросом перейдем. Вот в конце прошлого года в группу компании ПИК вошла УК «Союз Люберцы», да? И что изменилось вот в связи с этим? В первую очередь, самое глобальное изменение. У нас запланирован гораздо больше объем работ, нежели чем проводили «Союз Люберцы» в 2017 году. Ну, например, это ремонт подъездов. В том году в компании «Союз Люберцы» были выполнены ремонтные работы на шести подъездах. В этом же году план у нас 41 подъезд управляющий компанией «Союз Люберцы» будет выполнять. Также у нас запланирован ремонт и модернизация детских и спортивных площадок. Там, где у нас ограждение находится в отвратительном состоянии и небезопасно, в принципе, при эксплуатации нашими детьми этой площадки, мы будем менять все эти ограждения на более безопасные, на более прочные, для того, чтобы обеспечивалась хотя бы первичная безопасность. Много таких у вас площадок? На текущий год мы планируем монтировать ограждения на пяти площадках нашей компании «Пиккомфорт», нашей службы эксплуатации. И компании «Союз Люберцы» четыре спортивных площадки ограждения. Это за год? Да, это в этом году мы планируем. Плюс модернизация детских площадок, а именно мы будем менять старые детские городки на новые, будем менять резинку там, где необходимо заменять, и также очень много площадок, где резинки нет. Сколько домов на обслуживании компании «Пиккомфорт» находится, включая «Союз Люберцы»? На данный момент у нас 39, и вновь вошедшие еще 23 дома. Еще 23 дома. Ну и, в принципе, с этим объемом работ справляетесь, да, получается? Да, да, конечно. А какой возраст домов, которые нуждаются в капитальном ремонте, вообще есть ли такие? Все дома, в принципе, мы их можем относить к категории никаких новостроек. Самый старый дом у нас – это 2007 год. Ну, то есть ему чуть больше 10 лет, получается. Да, ну, по факту это достаточно свежий дом. Это считается новый, да, свежий дом? Да, да, по факту, да. И каких-то капитальных работ на этих домах не требуется. Мы выполняем косметический ремонт, этого хватает. Это текущий ремонт, я так понимаю, да? Ну, да, текущий косметический ремонт, то есть это покраска стен, покраска потолков, меняем освещение на энергосберегающие светильники, диодное освещение. Опять-таки же, для экономии денежных средств жителей, которые они ежемесячно оплачивают. Также мы делаем ремонт входных групп, ремонт первого этажа, а именно в части монтажа плитки. То есть там, где нет плитки, жители хотят эту плитку, мы с ними встречаемся, работаем в плотном контакте, они выбирают, какую они хотят плитку, мы ее согласовываем, закупаем, ну, и, соответственно, уже начинаем производить какие-то работы. Какой план по 2018 году у вас? На 2018 год на всех наших домах мы запланили ремонт в 72 подъездах. В 72 подъездах? Да. Это мы говорим о косметическом ремонте. А вот скажите, лифты входят в косметический ремонт или нет? Нет, лифты – это уже капитальный ремонт. Это уже капитальный, считается? Да, это капитальный ремонт. И поскольку все наши дома достаточно свежие, замена лифтов на неактуальна. А давайте поговорим тогда о ремонте домов на Красной Горке. Вот жители волнуют проблему ремонта кровель. Вот сколько домов, где нужен ремонт кровель? Ответьте, пожалуйста. К счастью, в этом году у нас все дома находятся в полностью исправном состоянии. Мы сейчас говорим про кровлю. Да, да. В прошлом году мы сделали ремонт всех домов. Все жалобы жителей в полном объеме мы устранили. Соответственно, в этом году каких-то глобальных работ по ремонту кровли у нас не запланировано. Будем, возможно, ждать какие-то протечки, но, соответственно, их сразу моментально устранять. Здорово. А вот что касается подвалов домов, там же проходят какие-то коммуникации, и жители не всегда видят, в каком состоянии это находится. Вот вы уделяете этому внимание? Да, совершенно верно. Подвал и ИТП, индивидуальный тепловой пункт, это, в принципе, сердце наших домов. Им действительно мы уделяем особо пристальное внимание. У нас существует понятие просто обход, когда идет техник, проверяет, подтекает, не подтекает, изоляция ли на месте, не на месте, и там работают ли те же манометры и прочее. Также у нас существует понятие техническое обслуживание, оно существует ежемесячное, оно существует квартальное, полугодовое и годовое. Там у нас включена замена всеразличных труб, ХВС, ну, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение. То есть наши сотрудники постоянно работают с коммуникациями инженерными, находящимися в подвале. У нас происходят постоянные обходы. Регулярная, да, такая работа? Да, и у нас все подвалы, они абсолютно чистые. То есть не возникает никаких проблем, что вот внезапно какая-то авария случилась, не бывает такого? Как раз мы стараемся работать на опережение, дабы у нас не возникало никаких аварийных ситуаций, но, к сожалению, бывают действительно аварийные ситуации, когда кто-нибудь в канализацию что-нибудь смыл, может быть и какой-то пампер стандартный и прочие средства личной гигиены, которые непосредственно и забивают саму канализацию. И как в этом случае вы действуете? Для начала мы разбираем канализацию, удаляем оттуда все инородные вещества, скажем так, и потом убираем воду из подвала, откачиваем ее. А вот если поговорить об инженерных сетях на Красной Горке, то в каком состоянии они находятся? В целом оцениваю достаточно хорошее состояние всех инженерных систем и коммуникаций. На этот год у нас запланирована, опять-таки же, достаточно объемная работа по 34 домам. Будет касаться локального ремонта трубопроводов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения. И на 19 домах все, что касается канализационных труб, также они будут локально меняться. Ну, чисто уютные дома, это, конечно, хорошо и здорово, подъезды красивые. Но все-таки, вот как дела обстоят с благоустройством территории? Хочется же, чтобы везде было красиво, и когда ты выходишь из подъезда тоже. Вот здесь расскажите, пожалуйста, как проходит работа. Да, смотрите, на этот год мы запланировали установку 8 детских городков на наших площадках. Также мы запланировали установку 2000 погонных метров газонных ограждений, 500 полусфер мы будем устанавливать и 1100 столбов антипарковочных. Также планируем высадку 15 тысяч цветов на всей нашей территории, 2000 деревьев и в районе 3000 кустарников. Все мы это планируем сделать в 2018 году. Какие-то деревья мы будем высаживать на наших субботниках с нашими жителями, на каких-то совместных мероприятиях. Будем приглашать и уже с нашими жителями будем вместе эти деревья высаживать. Также будем субботники проводить уже, я так предполагаю, в сентябре. И также будем высаживать какие-то с ними деревья и кустарники. Ну, здорово. Вы говорите вот с жителями вместе. Как вообще вы с жителями дружите со своими? Да, конечно. Житель – это наш лучший друг всегда, а всех ждем всегда в нашей управляющей компании. И стараемся закрыть все вопросы наших клиентов, чтобы они ушли из нашего помещения в офис управляющей компании довольные и уже смогли рекомендовать, возможно, каким-то своим друзьям или коллегам по работе нас, как управляющей компанией. Ну да, ну а как все-таки с вами можно держать связь? Помимо того, что просто позвонить по телефону, как жители к вам вообще обращаются? Обращаются ли? Да, конечно. У нас постоянный контакт с жителями. Обычно наше взаимодействие, основное время, оно происходит на встречах с советом дома. То есть есть совет дома, это инициативные неравдушные жители, которые, в принципе, и отвечают за весь дом. Они организовывают информационные собрания с жителями со всего дома, проводят какие-то встречи, выявляют их потребности, то, что они хотят видеть. Ну, какие-то там цветочки, где-то, может быть, лавочку поставить, шлагбаумы, например, сделать. И после этого они приходят в управляющую компанию в вечернее время. Ну, обычно там наша встреча происходит в 20.00, до 10 вечера, до 11.00. И на этих встречах, естественно, нам председатель дома и советом, они озвучивают то, что они хотят видеть у себя во дворе в этом году. Ну и потом, вот они вам озвучили дальше ваши какие решения, что вы делаете? Ага, дальше мы производим все эти работы. Ну, если какие-то работы мы не можем сделать, они там слишком какие-то глобальные для нас, мы об этом сразу собственникам и говорим, что их сделать мы не можем. Сразу или? Обычно такого не бывает. Или какое-то время проходит между тем, как вы должны дать ответы? На ответы мы стараемся давать либо сразу, либо максимум на следующий день. А, вот так быстро. Если нам требуется какое-то согласование. В основном вопросы, которые мы помогаем решить собственникам, ну, они не в нашей компетенции. Это вопросы, касающиеся территории, принадлежащей администрации города. Ну, возможно, там какие-то парковки. Это проспект Победы, жители. Вот все ждут уже. Обещали неоднократно, что там будут какие-то у нас парковочные карманы дополнительные. А, и также вопрос по проспекту Гагарина. Тоже у жителей очень много вопросов. Мы стараемся собирать какие-то письма общие от жителей. То есть в вашем подъезде лежит некий бланк. Консьерж просит вас расписаться в этом бланке. И после чего все эти бланки мы отправляем в администрацию города с просьбой согласовать установку в парковочных карманах. То есть вы этим всем занимаетесь, несмотря на то, что вроде не вашей компетенции, вы все равно стараетесь этот вопрос решить? Да, конечно. Мы стараемся в этом плане помогать жителям полностью. А жалобы как вы решаете какие-то, если все-таки жалуются тоже жители? Такое вообще бывает же, да? Конечно. Не ошибается тот, кто не работает. Конечно, да. Поэтому, да, жалобы действительно у нас тоже бывают. Все жалобы мы стараемся также моментально устранить. У нас есть также определенные сроки. Если это аварийная ситуация, то наш техник старается отработать эту заявку в течение 15-20 минут. Если это заявка обычная, ну, лампочку поменять, мы это делаем либо в этот же день, либо на следующий день, если заявка, например, подана ночью. То есть в данный момент мы вышли как раз на такой график, что мы в один день успеваем закрывать все эти заявки. А с благодарностями жители обращаются к вам? Или только жалуются? К сожалению, человеку, который все устраивает у себя дом, когда он видит, что у него двор благоустроен, деревья, цветочки у него, парковочные карманы есть везде, в подъезде у него свежий ремонт, все чистенько, все убрано, он не пойдет в управляющую компанию, не скажет спасибо, вот мне очень комфортно здесь с вами жить. Бывают такие случаи, действительно, приходят жители и благодарственные письма пишут нам, но тем не менее, в основном, естественно, люди привыкают к хорошему и считают, что так и должно быть, и правильно считают. Ну, в общем, да. Скажите, вот какие-то совместные мероприятия с жителями в 2018 году у вас планируются? Да, конечно, мы каждый квартал у нас происходит встреча всех жителей совместно с ГЖИ, у нас День открытых дверей, мы принимаем всех жителей, отвечаем на все их вопросы, приезжают сотрудники ГЖИ, и вдруг, если у клиента возникают какие-то вопросы, которые он не может решить, он приходит к нам, и мы там совместно с инспектором помогаем ему их решить. Также у нас запланированы два субботника с жителями, Новый год. Два субботника когда? Два субботника. Примерно. Ну, на майские праздники. На майские будешь? Конечно. На 1 мая. И сентябрь. С сентябрь. С датой мы еще не определились, там уже с жителями ближе к этой дате будем согласовывать день. Также у нас запланирован ряд спортивных мероприятий на этот год, это и чемпионаты по футболу, и в зимнее время это чемпионаты по хоккею. Плюс, ну, естественно, встреча Нового года, когда приедет Дед Мороз со Снегурочкой и будет поздравлять наших детишек. Здорово. А как жителям узнать все-таки план, да, вот расписание этих мероприятий, когда, во сколько, где можно посмотреть эту информацию? Вся информация вывешивается на информационные стенды, и также мы дублируем ее либо в кабину лифта, и на дверь на выход. Ну, так, чтобы собственник уже каждый точно увидел, что будет какое-то мероприятие. Заранее, да, это как-то? Да, объявление делаем цветастое, насыщенное цветами, чтобы все-таки как-то внимание оно привлекало к себе. Понятно. Виталий, спасибо большое за увлекательную беседу. У вас остается буквально минутка, чтобы обратиться к нашим телезрителям, к вашим жителям. Пожалуйста. Уважаемые жители наших домов, если вдруг у вас есть какие-то нерешенные проблемы, они не решаются, вы всегда можете звонить нам на горячую линию. А если все-таки получается такая ситуация, что и там вам не могут помочь, вы можете всегда прийти ко мне на прием, и мы разберемся с любой вашей проблемой. Спасибо большое. Спасибо, Виталий. Ну, а я напоминаю, что это был открытый диалог с Виталием Макаренковым, руководителем службы эксплуатации Люберцы компании «Пиккомфорт». Меня зовут Мария Лапчева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова